Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Надеюсь, на текущий момент микрофон работает нормально. Скоро у нас стартует четвертый сезон. В среду осталось немножко дней. Уверен, у вас набралась куча валюты. В этом видосике мы будем выгодно ее реализовывать. Подскажу вам, как, куда реализовать накопившуюся у вас валюту, чтобы просто-напросто она не превратилась в тыкву. Начнем. Зайду на ДК, потому что на нем больше всего валяется, и покажу различные макросы, интересные штучки. Уверен, они будут вам полезны. Первая валюта, которую мы будем реализовывать в рамках этого видосика — Драконьи Камни. Драконьи Камни можно потравить на улучшение вещиц, но если у нас уже все улучшено и нам нечего улучшать, и у нас имеется небольшой мифик плюс рейтинг, то мы подходим к пандоренке Линдорме. Она находится рядом с лутом еженедельным, рядом с этим хранилищем. И что получается? У нее имеется в продаже только один товар, а именно сундук со снаряжением сна. Открыв сундук, мы получаем 441-ю вещицу. Сундук привязан к учетной записи. Можно выслать на какого-нибудь твинка, у которого имеется наложение чар. Почему бы и нет? Качаные сли таланты, распыляем и получаем резонирующий кристалл. Его можно выгодно продать на аукционе. Нажимаем правой кнопкой мыши, жмем макрос, окей, и таким образом совершается покупка. Довольно-таки быстрая. Согласны? Я думаю, согласны. Макрос на экране. Также скину его в описании к видосику. Если мы хотим быстренько скинуть, то аналогично. Пользуемся же также этим макросом. Тут прожмем Escape. Тут жмем макрос. И тут жмем макрос. Все. Два кейса отправлено. Не помню, сбрасывают ли драконии камни перед стартом сезона или нет. Но мне кажется, сбрасывают. Поэтому их можно таким образом потратить. Виклилут не всегда радует нас полезными вещицами. И порой мы берем монетки. Знаки признания аспектов можно спокойно выменять на голдишку. Моп стоит сбоку. И у него имеется сундук с золотом. Можно абсолютно все закупить. И открыть. Таким образом, за 6 монеток мы получаем 3000 золота. Следующая валюта, которую мы будем реализовывать. Кровавые жетоны. Зайдя в пвпшную пещеру, сразу рядом с каварнесой стоит моб. А именно, фельдмаршал Эмберат. У него мы покупаем 7 итем. 7 плащик. Макрос на экране. Покупаем абсолютно все. Можем даже надеть этот плащик. И после этого мы плащики просто-напросто продадим вендору. Получим таким образом голдишку. Следующая валюта, очки чести. Но стоит быть аккуратнее. Быть может, вам очки чести потребуются в следующем сезоне. Потому что можно сразу купить вещица зеленого качества. Почему бы и нет. Честь, как мне сказали, не сбрасывается. Но самая выгодная покупка это щиточки. Если у вас очень много очков чести. И вам хочется слить весь накопившийся хонор. Вдруг у вас его более 10 тысяч. И вы активно пвпшите. Закупайте щиточки, почему бы и нет. Хороший итем, дорогой самый. Если не можете надеть щиточки. Просто ждите. Просто ждите 2 часа. Продадите их потом. И если в этом сезоне вы отбивали маунта. Или лутали какое-нибудь жесткое звание. То 100% у вас накопилось очень много очков завоевания. И довольно таки выгодная реализация. Которую уже многие давно знают. Это покупка сундучков со снаряжением. Купив эти сундуки. Мы можем их выслать на твинка. Таким образом получим вещицу. 454 в этом левеле для пве. 489 для пвп. Но если мы откроем этот сундук с зеленым снаряжением. В тот момент, когда уже будет четвертый сезон. Или там через какое-то количество недель после его старта. То мы получим серый предмет. В котором находится 200 золотых монет. Его цена продажи. То есть 1 сундук, 200 золота. Довольно таки выгодно. Для покупки я просто буду пользоваться макросом на окей. Который показывал ранее. Также закину его в описание само собой. И закуплю абсолютно все. Вышли вон твинка. И потом открою. Когда уже будет новый сезон. Одно очко осталось. Неплохо. Макрос также еще покажу. Который был использован. Ну вот он он. Что ж, идем сейчас все это отправлять. Правой кнопкой мыши по сундуку. И на окей. Также прожимаю шестерочку на клавиатуре. Вот и все. Абсолютно все валюты реализованы. И можно спокойно стартовать четвертый сезон. Да, почему бы и нет. Как-то так. Если у вас есть еще какие-то варианты реализации. Каких-либо валют. О, дайте знать об этом в комментариях. Уверен у вас тоже есть какие-то интересные наработки. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.